Теперь следующая тема это разрушенный бизнес, разрушенные судьбы, разрушенные отношения. Вот запомните просто одну фразу. Если у вас что-то в жизни разрушено было, то причина только одна. Вы построили близкие отношения не с тем, кем надо. Больше нет никаких причин разрухи, потому что разруха означает, что в ваше сердце глубоко-глубоко входит сила, от которой вы не защищены. Понимаете? И потом она там все корчит, ломает, рушит, и вы ничего с этой силой не можете сделать, потому что вы сами ее туда глубоко запустили. Вот смотрите, допустим, у вас произошла какая-то сокровенная вещь в жизни. Не надо с ней делиться с чужими людьми. Понимаете? А если поделились, то не удивляйтесь, будьте готовы к тому, что они будут об этом говорить в своем ключе. Ну, допустим, я вот вам сказал те события, которые я сейчас вам сказал, да? Значит ли это, что вы все воспримите это очень сокровенно? Нет. Некоторые из вас это выложат в интернет, а другие подхватят. И потом я увижу там в интернет, что я часто вижу, другую оценку этих вещей. Но я знаю, что есть дебилы. И поэтому, понимаете, я такой опыт получил крутой, поэтому я так спокойно к этому отношусь, вы даже не представляете. Если вы откроете интернет, там столько всякого дерьма по мне пишут. Но я спокойно отношусь. Почему? Потому что я понял, осознал, что есть дебилы, которые сокровенных вещей просто не понимают. И все, и мне стало спокойно очень. Потому что беспокойство возникает в том, что ты удивился сильно. Как же так? Почему люди этого не поняли? А если ты не удивляешься, тогда нет проблем. Ну то есть, есть вариант говорить какие-то сокровенные вещи. Но тогда ничему не удивляйтесь. Но иногда надо быть осторожным. Потому что иногда эти вещи могут касаться вашей жизни. Например, у вас есть какой-то секрет, который может разрушить ваш бизнес. Не надо ему никого говорить. Зачем? И даже в сокровенной беседе. Вы можете сказать только в очень возвышенной душе. И он вас не предаст. Но остальным не надо. Допустим, человек от вас зависит, и вы ему это говорите. Он уже не всегда от вас зависит. Он может не перестать зависеть. И тогда это вскроется. Итак, формула очень простая. Если ваше сердце было когда-то разбито на годы, причина только одна. Это неправильно построенные близкие отношения. Все. Ну допустим, вы очень близко посчитали своего мужа близким человеком. А то, что вы вместе жили, там, сексом занимались, вовсе никакой. Это близкие отношения, но в ней нет близости. Понимаете? Если вы думали, что он всегда с вами будет жить, он взял и ушел. Как он мог уйти? У нас дети там, у нас семья, мы расписаны. А это не близкие отношения. Близкие отношения, это отношения, в которых люди Бога обсуждают. По совести живут. Доказывают друг другу чистоту, свою верность, клятвы дают и так далее. Вот это близкие отношения. А если вы просто вместе жили, то это не близкие отношения. Но если вы вместе Богу служили, тогда это близкие отношения. И тогда этот человек вас никогда не бросит. Он, конечно, может оказаться вдали, он может уйти из жизни, там, всякое может быть. Судьба иногда, война людей растягивает по углам. Но он не бросит никогда в сердце. Это называется близкие отношения, верные отношения. И так вот с этими не надо иметь дело. Ну как бы всем вроде нужен, но особо никому не надо с ними иметь отношения.